Ну вот мы и преодолели эти 199 ступенек с некоторыми остановочками даже с одним берегуром и вышли к аббатству в Уидбе. Перед нами находится церковь Святой Марии Санкт-Чордж Санкт-Марии. Интересное сооружение в смешанном архитектурном стиле постройки 1110 года. Внушительное кладбище, на котором стоит много памятников и могил, некоторые из них являются вероятно давними, особенно те, где были захоронены жители аббатства 667-865 годов. Также мы подходим сейчас к большому кресту Кедмана, установленному в 1898 году в памятник о поэте 7 века Кедмане из аббатства Уидбе. Он был безграмотный, но играл на этом инструменте саксонском, что это инструмент одна палка три струны, но вошел в историю как первый английский поэт. 9 января 2013 года после продолжительных дождей случился оползгин, накладывающий аббатство Уидбе, К счастью, это кладбище закрылось в 1865 году, и там больше не хоронят. Большой оползгин, на утесе, на котором стоит церковь Святой Марии, обнажил древние могилы, человеческие кости, и они поползли вниз. Те утром, которые люди проснулись, были, вероятно, удивлены, что в окнах кости и черепа. Виной тому оползгин является сломанная дренажная труба, которая была повреждена, отвалилась. Ссылку на репортаж BBC от 10 января 2013 года находится внизу. Если посмотреть на могильные плиты, то они за времена, за более чем тысячу лет не только стерлись названия имена усопших, но даже сами камни от дождей и ветров появились выбойные, деформация, чем ничего не видно. Прогуляемся по этому кладбищу немножко, и потом подойдем уже к аббатству. Оказалось, мы думали, аббатство здесь в ход, оказалось, совершенно в другой стороне, нужно обходить еще довольно-таки далеко. Ветер просто ужасный. Невозможно говорить в прямом эфире, потому что ничего не будет слышно. Предупреждение, что не надо здесь гулять дальше, потому что можно упасть. Потому что высота здесь 30-40 метров, и смертельный исход обеспечен вам. Так выглядело аббатство, судя по гравюре, в 1320 году. Но тут еще находится очень интересное сооружение под названием «Особняк джентльмен». Семья Челмени и их потомки жили в этом доме между серединой 16 и концом 19 веков. Семья купила аббатство и большую часть его земли после его разорения королем Генрихом Восьмым. Когда-то большие окна дома были с перекладинами, разделявшими каждое окно на 4 части. Стекло было чрезвычайно дорогим в 17 веке. Тут хочу остановиться на скульптуре, которая находится во дворе перед домом. Называется она «Гладиатор Боргеза». Эта бронзовая фигура является копией статуи, стоявшей здесь в конце 17 века. Он создан по образцу гладиатора Боргеза, древней мраморной статуи, обнаруженной недалеко от Рима. Боргезский борец – кемраморная статуя с воином и мечом, изготовленная в Эфессе около сотого года до нашей эры. Статуя была обнаружена при раскопках Приморского дворца Нерона. При реставрации сюжет был ошибочно истолкован как изображение гладиатора. Более вероятно, что это ахилл, сражающийся с амазонками. Для богатых людей 17 века предметы старины, антиквариат – это разные вещи Древней Римской империи и Древней Греции. По просьбе Наполеона, его зять Камило Боргезе в 1807 году продал ему собрание антиков. С тех пор гладиатор экспонируется в Лувре. Оригинал. Но также есть слухи, что великий Микеланджело первоначально из своей скульптуры выдавал за найденные при раскопках древнеримские или за древнегреческие скульптуры. Так или иначе, но статуя исчезла в 18 веке. Ее сперли и, видимо, переправили. Ничего не меняется в этом мире. Цветной металл всегда в цене. Организация «Английское наследие» English Heritage установила эту копию в 2009 году. Первоначально они планировали, что расходы на копию этой скульптуры будут составлять 800 тысяч фунтов. Но в итоге затраты составили примерно 5,7 миллионов фунтов. Ну вот мы проходим около петельного заведения. Здесь варят пиво Иль Витби, аббатство Витби. Хотелось бы зайти попробовать, но что-то меня остановило. Потому что непонятно, откуда они берут воду. Вообще для настоящего хорошего пива Иль Витби берется вода глубоко из-под земли. Но с одной стороны море, а с другой стороны, извините, остатки кладбища. Не знаю. Пил я, правда, пиво на Мальте. На Мальте вообще с водой проблемы ее привозят. Но пиво было, что интересно, вкусное. Долго мы шли к аббатству, к ходу аббатства. Потому что нужно было все обойти, но, кажется, уже подошли. Хорошо, что погода хорошая. Но ветер ужасный. Но нормально, погода нормальная. Ну вот, наконец-то, подходим на финишную прямую. Сейчас посмотрим, где же мы находимся. Ну вот, нам пришлось идти отсюда. 199 ступеней где? До сюда. Довольно-таки далеко. Ну ничего, мы пришли. Теперь же мы можем вдохновляться видами полуразрушенного аббатства Витби. Входной билет где-то 10 фунтов стоит. Но лучше покупать по интернету. Ссылку я дам внизу. На English Heritage. Хотя сейчас, во время пандемии, возможно, оно и закрыто. Аббатство Витби было разрушено датчанами. В 1867 году нашей эры. А место, где располагался древний монастырь, лежал в районах почти 200 лет. Но он был, конечно, из дерева тогда. Немного хотелось остановиться на викингах. В те древние времена их так никто не называл. Их называли данными. Потому что плыли откуда-то из зданий. Название викинги придумали немного позже. Так называли бандитов-разбойников и убийц-язычников, которые пришли поживиться вашим добру. Недавно происходили очередные раскопки в Великобритании, в ходе которых выяснилось, что викинги были далеко не все из Скандинавии. А рога на шлемах им придумали церковники, чтобы сравнить с царами безбожников дикарей. Никаких рогов на шлемах у них не было. После завоевания нормандцами или норманами в 1066 году началось восстановление аббатства. На этот раз решили строить из камня. Честно говоря, я не знаю, как правильно называть нормандцы или норманны. Потому что еще ранее в северную часть сегодняшней Франции завоевали выходцы из Скандинавии. Люди севера. Нордмены. Эта земля впоследствии стала называться Нормандией. Это примерно как название северного пути, Нордвей, по которому плыли разбойники с конца 8 века пограбить Англию. Отсюда возможно и название Норвегия. Отдельно стоит сказать о мистической составляющей аббатства Уитби в Англии. Посещая эти и по сей день величественные руины разрушенной обители, диво даешься, сколько легенд о ней сложено местными жителями. Эти рассказы и поверья по сей день будоражат воображением. Очень часто можно услышать, что гиды зовут аббатство Уитби монастырь каменных змей. Это связано с легендой о самой святой Хильде, которая превратила в камни многочисленных ползучих гадов, беспокоящих жителей Уитби. Они обратились к святой, чтобы она помогла им избавиться от змей, обитающих в окрестностях города. И тогда, после вознесения молитвы, люди увидели, что присмыкающиеся застыли в виде завитков раковин. С тех пор за странными спиралевидными изваяниями, которых так много в английском графстве Норд-Йоркшир, закрепилось название каменные змеи. А само обитель стали звать монастырь каменных змей. Сейчас мы посмотрим то, что многие из вас никогда не смогут посмотреть, потому что это возможно только когда у тебя есть так называемая селфи-палка. Попробуем засунуть камеру в одну из башенок. Что там было, посмотрим. А было там лестница. Остатки лестницы есть. Но монахи были не толстые по такой лестнице ходить, худенькие были. Рассказы в летописях, повествующие о смерти святой Хильды, говорят о чудесах, происходивших в это время. В монастыре Хекнос, недалеко от Уитби, в ту минуту, как Хильда покинулась в земную жизнь, сами по себе начали звонить колокола. А когда ночью над телом Хильды молилась монахина, она увидела двух ангелов, собравших в душу покровительницы монастыря. Были видения и у других монахинь, когда люди приходили с мольбой к мощам святой Хильды. Это сопровождалось бесчисленными чудесными исцелениями, причем на протяжении нескольких веков. Это сфиксировалось в летописях монастыря. Еще одна легенда ходит в городе о призраке молодой монашки. Его часто видят в вечерние часы, проплывающем сквозь узкие готические оконные проемы. Многие монахини, которые жили в монастыре, давали обед безбрачия. Но рассказывают, что в давние века одна молоденькая девушка, принявшая под стрик, неожиданно полюбила молодого рыцаря, гостившего в городе Уитби. Юноша часто навещал возлюбленную. Но их выследили и доложили настоятельницы обители. В наказание за нарушение данных обетов, безбрачия и целомудрия, монашку заживо замуровали в стену. Казалось бы, после такого предшествия жизнь аббатства должна была наладиться. Но после очередного набега грабителей монастырь разрушили и убили в нем почти всех обитателей. По нынешний день в этом месте видно, как странные силуэты людей, которые бродят по руинам замка, ее печальную тень видят многие запоздавшие путники и туристы. Еще одним ярким рассказом, который вы непременно услышите в этом городе, является легенда о перезванивающихся в море колоколах аббатства. Говорят, что в XVIII веке местные жители часто в вечерние часы слышали перезвон колоколов на башнях заброшенного аббатства, а иногда видели призрачный силуэт монашки, который мелькал рядом с колокольней. Чтобы избавить местных жителей от министического страха было приказано снять колокола и отправить их по морю на переплавку. Но опять цветной металл. Но удалившись на пару сотен метров от берега, тот корабль без видимых причин ушел на дно. А колокола теперь, как говорят местные, звонят из-под воды. В XX веке моряки рассказывали, что Святая Хильда иногда появляется в сильную непогоду, в окнах монастыря с фонарем, предупреждая проходящие корабли об опасной близости с берегом. Некоторые считают, что дух Хильды и по сей день оберегает руины монастыря и его старинное кладбище от людей с недобрыми повознанами. Еще одним пугающим рассказом является повествование о проклятой башне Аббатства. Рассказывают, что эта 30-метровая главная башня рухнула 24 июня 1830 года без каких-либо причин. Но перед этим в течение недели местные жители регулярно видели призраков давно умерших горожан, а также хоровод бесплотных привидений, кружившихся в полночь вокруг башни. Не меньший мистический налет предал Аббатству Уитби роман Брэма Стокера о графе Владе Цепише «Вампире Дракуле». На днях здесь неожиданно разродился ужасный шторм со странным и единственным в своем роде последствиями. Между молами появилась шхуна, и, перескакивая с волны на волну, с головокружительной быстротой на всех парусах вошла в безопасную гавань. Прожектор ярко осветил ее, и ужас охватил всех, ибо оказалось, что к рулевому колесу привязан труп, голова которого страшно болталась из стороны в сторону при каждом движении корабля. На палубе больше никого не было, видно. Шхуна пронеслась по гавани и врезалась в гору песка и гальки. Снасти стреском полетели вниз. Едва шхуна коснулась берега, на палубу выскочила громадная собака, словно сотрясение вытолкнула ее из недр корабля. И, пробежав по палубе, соскочила на берег, бросившись прямо к крутому утесу, на котором возвышалось кладбище. Собака исчезла в густом тумане. Множество членов общества друзей, животных пытались позаботиться о собаке, но ее нигде не смогли найти. Так описал прибытие в Британию своего главного героя, автор романа «Дракула» Брэм Стокер. Граф-вампир переплотился в черного пса. Далее в книге говорилось, что корабль оказался русской шхуной Деметра, прибывшей из Варны. А в найденном на борту садовом журнале было сказано, что члены экипажа во время плавания закадочно исчезли один за другим. В 2013 году правительство Тихоокеанской островной республики Тувалу выпустило серию коллекционных монет. Знаменитые корабли, которые никогда не плавали. На одной из них изображена Деметра. Однако корабль существовал на самом деле. В конце июля 1890 года 42-летний Брэм Стокер, директор, распорядитель существующего по сей день Лондонского театра Лисеум, импрессару знаменитого актера Генри Ирвинга, приятель Артура Конан Дойля и Оскара Уальда после утомительных гастролей в Шотландии взял отпуск и отправился дышать морским воздухом в портовый городок Уидби в северо-восточном Нью-Йоркшире. 11 августа день выдался пасмурным. Оставив жену и 10-летнего сына в гостинице, Стокер отправился на прогулку, где разговорился со старым лодочником Уильямом Петериком. Рассказал о разных кораблекрушениях, отметил в дубнике писатель. В частности, Петерик поведал, что пять лет назад, 24 октября 1885 года, напротив Уидби попала во внезапно налетевший страшный шторм русская шхуна. Чуть ли не все жители собрались на берегу и наблюдали за попыткой экипажа проскочить в относительно безопасную бухту сквозь узкую горловину между двумя утесами. Корабль заплыл в гавань, и никто не знал, как ему это удалось. Все только молились, процитировал нового знакомого в своем дневнике Стокер. Толпа приветствовала счастливый исход радостными криками. Ночью шхуну все-таки выбросила на берег, а затем разбила большими волнами, но экипажу уже ничто не угрожало. В портовом журнале записано, что шхуна называлась Дмитрий, имела 120 тонн водоизмещения и прибыла из Нарвы с грузом серебряного песка. Если не считать описанных Стокером ужасов, он немного изменил в реальной истории. Назвал корабль вместо какого-то непонятного Дмитрия именем древнегреческой богини, перенес действия с октября на август и сделал портом отплыть себе болгарскую варну. Звучит похоже и к владениям Дракулы поближе. Ну что, пройдемся немножко по музею, который, к счастью, открыт, а потом продолжим про Дракулу. Вот они, что выбрали, наверное. Все равно выдует ветром. В 12 веке его и построили. Норманок. Норманка. Ну а какой она была. Вот, все раньше. Ну как раз Норманка. Примерно. Обалдеть. В 12 веке. Вот. Что-то. Строить. В 12 веке. Что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 12.50, да, но не может быть, что-то больше, так кажется. Шабли 130, 170, шабли махать здесь 80, о, бракл, бракл. Нет, кольчуга, кольчушка, запахи, бомбера, бракл, бомбера, бракл, 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 бракл. Бракл, бракл, бракл. Второй же гадат? Ну, как не гадат, это же просто, тут подрапал, вроде, что она векла. Ладно. Варенье, как всегда. Ну, да, за драку для детей как-нибудь. Вот, вот, жампиры. О, папа единый жампир. Восемь лет и больше. Ну что, я не хочу это покупать. Камни можно поддерживать? Камни поддерживать надо. Аббатство существует и до сих пор. Вот здесь живут, как их правильно назвать, представители аббатства сегодняшнего. Самые большие разрушения аббатству нанесли в декабре 1914 года, во время Первой мировой войны, два германских корабля. Вон Дертан и Дерфингер. Итак, продолжим про нашего любимого драку. Все началось с того, что Стокер за ужином переел крабов под майонезом и ночью увидел во сне вампира. Ну, я так предполагаю, что он не только переел, но и перепил чего-то. О Дракуле он мельком слышал раньше и был очарован звучанием слова, казавшегося ему зловещим. Остальное сделали живописный городок с карабкающимися на гору извинистыми улочками, старинное аббатство, мрачное кладбище и йоркшеские легенды. О призраках, о черном псе с глазами с величиной сблюдца, встреча с которым сулит скорую смерть. Угольно-черный экипаж, в котором молодой английский юрист Джонатан Харкер едет с вокзала в замок Дракула, тоже позаимствовал из местного фольклора. Именно таким пользовался живший неподалеку от Уитби в XVIII веке лорд Мюльгрейв. Видимо, замысел книги в основном сложился в голове Стокера не позже, чем через неделю после разговора со старым лодочником. 19 августа он отправился в читальный зал Отеля Рояль и взял книгу Уильяма Уилкинсона «Княжество в Аллахии и Молдовы» с различными наблюдениями, их касающимися. Часть действия Дракула происходит в Уитби. В романе Мина приезжает туда в конце июля на том же поезде, что и Стокер. Поднимается на гору по лестнице из 199 ступенек и любуется городом и гаванью со скамейки, на которой любил посидеть писатель. Ну, эту скамейку мы еще поищем и, надеюсь, найдем. Брэм поместил события в реальное время и реальные места, наполнил настоящими именами людей, которых взял с надгробий. Читатели до смерти испугались именно потому, что в тот момент можно было подумать, что эта история реальна. Стокер работал над Дракулой 7 лет. Внешность и манеры главного персонажа он списал с Генри Ирвинга, надеясь, что тот сыграет вампира на сцене. Но актер, прочитав книгу, не вдохновился. Вообще, роман не принес автору большой славы и денег. Культовым образом Дракулу сделали последующие экранизации. Повелитель Валахии и Трансильвании, Влад III, современник английской войны Рос, историческая фигура. Дракулой, по-румынски дракончик, сын дракона. Его назвали потому, что его отец поместил дракона на свой герб. Кровь князь не пил, но лил изрядно. Его другое прозвище было Цепиш. От Цеп и Кол. Плененных врагов он массово казнил этим изуверским способом. Причем любил строить из колев с телами разнообразные геометрические фигуры. То есть сажал людей на кол. Население современной Уитби не дотягивает до 14 тысяч. Дракула является его главной достопримечательностью. Экскурсии с гидом в цилиндре и длинном черноплаще с красным подбоем, во время которых туристов пугают ряженые привидения и вампиры, переуроченная к Хэллоуину, готическая неделя, международный фестиваль фильмов ужаса имени Брэма Стокера. В кондитерских продают шоколадные гробики. Приезжим показывают могилу Дракулы, расколовшуюся надгробную плиту со стершейся надписью. А экскурсовод Гарри Коллетт уверяет гостей, что занимается своим делом с 1892 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот и знаменитые украшения из гагата. Ну что, прогуляемся еще немножко по городу и потом пойдем искать скамейку, на которой любил сидеть Брэм Стокер. Музыка. 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 Мы опять вернулись по мосту на другую часть города, которая новая, и вышли к памятнику Джеймса Кука. Кука, конечно, не съели, как поется в песне Высоцкого. Его в перестрелке с туземцем убили, но потом туземцы вернули морякам, английским морякам, как писали в рапорте, сколько-то фунтов мяса и череп без нижней челюсти. Это был Кук. Но также рядом с памятником капитану Кука находится памятник китобоям. Раньше в Идбе добывали китов, два китовых ребра. Ну вот, несмотря ни на что, мы нашли все-таки скамейку, где любил сидеть Брэм Стокер, сочиняя свой роман. Отсюда наблюдался великолепный вид на развалины аббатства и Уитби. В его время аббатство выглядело примерно так, как на этой старой открытке. Ну и мы тоже решили пристись на эту скамеечку и вдохновиться впечатлениями. Не знаю, какими, конечно, но попробовали. Наше путешествие по Уитби закончилось. Странно, как посидели на скамейке, так сразу стали путаться, куда идти. Бывает же такое. Мы возвращаемся в город Скарборо и завтра мы пойдем на экскурсию в замок Скарборо. Я потом сделаю видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok